Наступает Новый год, вот что вам пусть принесет. Ну, во-первых, для примеру, пусть повысит вам карьеру. Во-вторых, пусть всем на диво, обновит вашу квартиру. В-третьих, пусть без сожаления, вам поднимет настроение. Дальше дарит пусть еще и солидный в банке счет. Ну, еще любви, конечно, тут уж мы все не безгрешны. Радость, крепкое здоровье, новогоднее застолье. Чтобы встретить год прилично, прошлый, проводить отлично. Отдохнуть среди гостей, всех их быть чуть-чуть пьяней. Новый год. Семья, мама, папа, сыночек сидят и ждут боя курантов, на столе шампанское, оливье, елка в углу. Раздается звонок в дверь. Сынишка радостна, это дедушка Мороз, он подарки нам принес, бежит открывать. В дверь валивается пьянющий дедушка, облокачивается на косяк и тяжело вздыхает. Мальчик с радостью, дедушка Мороз. Я хочу на Новый год большую красную пожарную машину. Дед Мороз, пошатываясь, говорит, хорошо. Потом достал спички и поджег квартиру. Синоптика спрашивают, скажите, будет или нет снег в Новый год? Синоптик отвечает, да нет, наверное, скорее всего, ну может быть. Идут парень с девушкой по парку, вдруг парень остановился, задумался и говорит, если вдруг ночью припрется толстый жирный дядька и засунет тебя в мешок, не бойся. Я просил у Деда Мороза тебя на Новый год. Разговаривают две француженки, одна из них спрашивает, ты где Новый год встречала? Вторая отвечает, как всегда в постели. Первая продолжает, и много было народу. Встретились два приятеля, первый говорит, эх, хорошо вам холостым, а вот мне пришлось под Новый год, жене подарок положить под елку. Второй отвечает, ну и чего жена? Первый, а что жена? Лес большой, она до сих пор ищет. Муж с женой сидят на кухне, пьют чай и вдруг жена говорит, дорогой, я так хочу на Новый год, шубу, муж отвечает, моя ты хозяюшка, завтра же пойду куплю свеклу и селедку. Разговор на рынке, Семен Маркович, приходите с женой к нам на Новый год. Семен Маркович отвечает, спасибо за приглашение, Сара Абрамовна, но мы не сможем. Сара Абрамовна довольна, о как это любезно с вашей стороны. Вовочка спрашивает, папа, а что означает невеста? Отец отвечает, ну как бы тебе объяснить? Ну допустим, я подарил тебе на Новый год велосипед, он теперь твой, но кататься тебе на нем можно будет только летом. Вовочка продолжает, ну, а до лета можно хотя бы играть с бибикалкой.